Так, здесь немножко желтого добавить. Ой, а тут немножко зелененький. Ребята, выйдет картина на миллиард. Я потом продам, а вы все покупать будете ее. Алин, смотри, что нашел! Это целая корзина свежих пирожков. Хочешь попробовать один? Ой, а ты что тут делаешь? Я тут рисую банан. Слушай, почти даже похоже. Правда, наверное, у тебя свое видение, как у художника, да? Да, я художник, я так и вижу, ребята. Так и выглядит банан. Там бананы. Их много, а у тебя только один. Ну я вижу только один. Ладно, Алин, неважно. Смотри, сколько у нас теперь пирожков. Хочешь попробовать? Попробуй один. А с чем? Как это с чем? Как все любят, с картошечкой. Нет, я не люблю с картошкой. Я люблю с яйцом и лучком. Никто не ест луком, яйцом, пирожки. Я вообще не знаю, для кого их создают. С картошкой самый топ. Ребята, есть же потрясающий пирожок с яйцом и луком, а не с картошкой. Вот давай, ребята, и решат наш спор. Какой пирожок круче? С картошкой пирожочек вот этот вкусненький? Или с этим луком и яйцом, который пахнет пауками? Не говори так про пирожочки с яйцом и луком. Ну вообще, ребята... Это правда. Это не правда. Это правда, он невкусный. Правда. Ребята, вот напишите в комментариях, за какой пирожок вы. Если за пирожок с картошкой, пишите, я люблю пирожки с картошкой. А если вдруг, мало ли, так случилось, что вы... Не вдруг, да точно. Любите пирожок с яйцом и луком? Прямо напишите так. Ну, бывают люди и третьего вида, которые едят все подряд. Ну, все пирожки. Слушай, не нравится? Тогда я сам буду есть эти пирожки. Да откуда ты вообще нашел эту целую корзинку пирожков? Так а где? Я шел-шел по тропинке к нам на студию, и там стояла эта корзинка с пирожками. Все же знают, что я люблю пирожки. Вот, наверное, кто-то и оставил мне эту корзинку, я ее сразу схватил и прибежал сюда. Чего ты взял, что это вообще тебе? Слушай, может, там другой есть пирожок? Ну, здесь этот пирожок с яйцом и луком. Алин, сейчас, подожди, кто-то мне звонит. Какой-то незнакомец. Слушай, я не буду брать незнакомые номера. Вдруг это какой-то спам или скам? Меня опять обманут на все деньги. Нужно будет питаться только пирожками с улицы. А если это твой друг Дима или Мелвин? И они просто с чужого номера позвонили тебе. Думаешь, они прямо из пуговищного мира звонят мне в этот? Возможно, возможно. Возьми, если они в опасности. Ладно, хорошо. Алло? Это ты взял мои пирожки? Ты... нет, я не брал твои пирожки. Я брал только свои пирожки. Я вообще не знаю, с чего ты взяла, что я твои пирожки взял. Ты все-таки украл чьи-то пирожки. Да не крал я пирожки. Ты врешь мне. Я переверну все вверх дном, но найду свои пирожки. Ты заплатишь мне за это. Ну все, я выдвигаюсь. Слушай, это что, Маша была только что? Это Маша и медведь, который, помнишь, только она какая-то злая. Конечно злая. У нее кто-то украл пирожки. Если бы у меня кто-то пирожки украл, я бы не знаю, что бы я с ним сделал. Так это ты ее украл, это ее пирожки. Так как это ее пирожки? Я рядом с этой корзинкой Маши не видел. Я видел только пирожки, которые принадлежат мне. А откуда у тебя появились пирожки? А она ищет свои пирожки. И почему она вообще знает твой номер? Да потому что я видеоблогер, все знают мой номер. Слушай, успокойся, просто поешь пирожок. Что-то, где-то выключился свет. Да не где-то, а прямо у нас здесь. Слушай, а вдруг эта Маша не врала? И она уже перегрызла все наши провода. Это какая-то Маша Соник. Так, ладно, нужно решать эту проблему. Вдруг Маша придет прямо к нам. А, я не хочу с ней встречаться. Алин? Так, Алин, где-то здесь должен быть генератор. Ты только не отходи далеко. Да я прямо рядом с тобой, не переживай. Какие-то голоса. Можно потише, пожалуйста. Как же громко. Кто вы такие? Прекратите. Спасибо, блин. Я тебе говорила, что это не просто так все. Это все голоса. Слушай, да это просто какая-то тусовка у этих зумеров сверху. Это не просто тусовка. Это Маша пришла мстить нам. Да какая Маша? Это просто мошенник, который хотел забрать у меня мои пирожки. А, не переживай ты так. Смотри, а вот и генератор, который решит сейчас все наши проблемы. Давай поскорее включай, очень страшно. Подержи и не выпускай ни за что. Так. И вот. Видишь, теперь нечего бояться. У меня твои пирожки. Подожди, а... Это, это Маша, и все-таки ты украл у нее пирожки. Не воровал я никаких по парам пирожков. Слушай, если это правда, Маша, ты ведь мне поможешь, правда? Ты заварил эту кашу, ты расхлебывай ее. Еще и кашу мою украл. Ой, Алин, там что-то светится синим, синим, синим. Ты что, еще ее кашу съела? Да не воровал я у нее ничего. Посмотри туда, туда прям посмотри, там синим что-то горит. Пойдем прямо сейчас проверим. Это не вариант, мне кажется, я не хочу туда идти. Слушай, самый большой страх человека, это неизвестность. И если мы так и не узнаем, что там происходит, мы будем этого бояться до конца этого ролика. А я этого не хочу. Пойдем. Ты сходишь и расскажешь, а? Ой, кепочка моя. Ага, здесь кто-то. Ой, Маша, привет. Нет, 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 Маша, уходим, уходим, Алин. Пошли. Черт, блин, она сейчас догонит. Стой, Алин, сюда. А-а-а-а-а-а-а-а. Где моя пирожка? Привет. Давай, держи, держи эти двери. Бруно. Она прямо рвется. Нужно запакариводировать ее срочно, запакариводируй. Кого? Дверь, запакариводируй. Чего сделать? Да запарикадируй. Ладно, сейчас, держи. Держу. Есть одна идейка. Давай, скорей. Это вообще безотказная штука. Скорей. Запарикадируй, Бруно. Ой, не случайно. Слушай, все, двери заперты, но ты часть баррикардировки. Не суть. Но я на тебя очень зла. Тебе сейчас же нужно пойти и извиниться перед Машей за каждый съеденный пирожок тобою. Прямо сейчас. Сейчас открою дверь и пойдешь, короче. Это не ее пирожки. Не буду я за это извиняться. И тем более, ты тоже ела эти пирожки. Я вообще не виновата в этом. Ты мне дал пирожок, я его съела. Откуда мне знать, что это не твои, а краденные пирожки? А мне откуда было знать, что это пирожки Маши, если они были сами по себе на этой тропе стояли, без единого намека на то, что это не мои пирожки? То есть ты сейчас не пойдешь извиняться, да? Слушай, даже если я сейчас выйду извиняться перед ней, вряд ли она сейчас будет меня слушать. Она очень зла. Давай лучше подумаем, что нам сейчас делать. И между прочим, есть проблемы посерьезней. Какая проблема, Бруно? Ой, ой, ой. Какая проблема? Слушай, я начал смотреть одного видеоблогера. Мне очень нравится его видео, но я совсем забыл, как подписываться на канал. Да, это действительно большая проблема. Бруно, хорошо, что я помню, как подписываться на канал. Смотри. Получается, нужно свернуть ролик и нажать на кнопку подписаться. Вот и все. Теперь ты подписан на твоего любимого блогера. Точно, я совсем забыл, где эта кнопка подписаться находится. Оказывается, так просто. Слушай, а ребята, которые смотрят наши видео сейчас, они смогут подписаться на наш канал? Я думаю, да. Наши зрители очень умные. Поумнее, чем Бруно. И ребята знают, что кнопка подписаться находится прямо под видео. Не, если зрители, которые сейчас смотрят это видео, прямо смогут подписаться реально на наш канал, я не верю в это. Нет, это невозможно. Это возможно. Ребята, докажите Вильяму Бруно, что вы умные и знаете, как подписываться на канал. Ребята, у нас, конечно, умные, но подписаться не так-то и просто. Я вот уже почти забыл, как ты это сделала. Вот реально, если среди вас есть такие гениальные дети, которые запомнили, как подписаться на канал, и вы можете это сделать, то вы просто лучшие. Кстати, а вы знаете, что существует функция снимать шорцы по существующему звуку? Пахнет классно, да? Вот об этом я знаю. Делать шорцы с нашими видео очень легко. Вы можете нажать на кнопку создать, здесь выбрать, использовать звук из этого видео. И здесь можно выбрать отрывочек трека, под который вы можете снять шорцы. Вот, покажи, как это работает. Сейчас оператор нас снимет, и мы покажем, что у нас получилось. Мы рады зрели Фредди! Он робот. Чего вы как дайте? Вот это у нас шорцы получился. Вот, ребята, смотрите, что у нас получилось. Ну вот, ребята, и у вас тоже может получиться классные шорцы, кстати. У кого получится крутой шорт с нашим звуком, мы обязательно вставим его в ролик. Да, причем можно снимать шорцы не только с клипами, а и с обычными видео. И самый прикольный мы прям покажем в нашем ролике. Давай попробуй, я уверен, у тебя получится классный шорт. Я уж и забыл, что Маша у нас на студии. Нам срочно нужен план. Сейчас я тебе расскажу, что мы будем делать. Вот наш план. Я нарисовал карту, и сейчас я объясню, что мы с тобой будем делать. Мы сейчас с тобой находимся прямо тут, на складе. И чтобы поймать Машу, мы реализуем мою идейку. Помнишь, в начале ролика ты рисовала бананы, которые находятся в большом помещении? Вот они нам и пригодятся. Мы сдерем с них кожуру, положим прямо у входа, и Маша по-любому на них попадется. Ведь в мультиках работает этот прикол, значит и у нас сработает. Это классная идея, но у нас есть одна большая проблема под названием Маша, которая стоит за дверью, и как мы с тобой попадем в большое помещение? Вот тут-то и вступает в силу мой гениальнейший мозг, который понял, что в большое помещение можно попасть с помощью вентиляции, которая у нас по всем помещении, по всей студии размещена на потолке. И вот по вентиляции мы попадем в большое помещение, где и поймаем Машу. А с чего ты взял, что она вообще захочет пойти в большое помещение? Пирожки-то-то у нас на складе. Поэтому мы пирожки и заберем через вентиляцию, и поставим эту корзинку желанных пирожочков прямо посередине большого помещения, чтобы запах распространился, и Маша почувствовала, куда ей нужно идти. И потом она пойдет в большое помещение, наступит на наши бананы, перевернется, и мы ее в этот момент смотаем моим скотчем, вот этим вот. План шикарный, тогда бери корзинку и отправляемся в вентиляцию. Все, давай, медлить нельзя, поэтому давай, я отправляюсь первый, а ты сразу за мной. Ох, вау, давай, я лезу. Я уже и забыл, как здесь тесно. Слушай, Алин, нужно поспешить, так что не отставай. Я уже, кажется, вижу конец. Чего тут такие проходы-то узкие? Бруно, двигайся, фу, твоя нога, еще много там. Почти. Да, Бруно, фу. Алин, я уже вижу выход, давай за мной. Ну, если бы я знала, что мы пройдем через это, я бы не согласилась. Сейчас я пирожки еще достану. Фу, Бруно, теперь пирожки прошли через это. Слушай, всем рано или поздно через это нужно будет пройти. Пойдем, вот бананы. Ты это видишь? Кто-то испортил мою картину. Слушай, может просто потолок протекает? Да ладно тебе. Вот, бананы, из которых мы сейчас будем делать ловушку. А тут будут пирожки. На самом видном месте, ты прав. Держи, три тебе, три мне. Съедай это внутренности, чтобы можно было кожурку использовать. Я не хочу столько бананов. Давай, давай, нужно. Давай, за маму. Да это у меня свои бананы. И за Машу. Это, слушай, это не честно. Бруно, все. Да все, все. Не, подожди, кое-что осталось. Опа. У тебя еще есть... Нет, я-то, конечно, люблю сама делать. Но никогда мне это делают. Слушай, ну как хочешь. Ладно, теперь нужно распространить запах наших пирожков. И каким образом? Бруно, ну вот у нас есть пирожки, что ты еще хочешь добавить? Чтобы запах пирожков развеялся на всю студию. Ну же, давай, давай, давай. Ой, скоро Маша придет за ними. А нам нужно с тобой спрятаться. Точно. Чувствую, мои пирожки. Но только с яйцом и луком, с картошкой съели уже, мои любимые. Ну сейчас я вам задам. Мои пирожки. Что такое? Сейчас она упадет, и мы ее свяжем. Смотри, она почти попалась. Давай, бежим, бежим, бежим. Ну. Ой, она не упала. Вот вы где. Тогда так тебя поймали. Держи ее. Ааа. О, Алина. Ну все. Нет, 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 Маш, не надо. Слушай, только не скотч. Нет. Надо, надо. Ну все. Теперь я из тебя пирожков наделаю. Нет, Маша, остановись. Я верну тебе пирожки, пожалуйста. Не надо делать из бурона пирожок. Держи. Ой, мои пирожки. Да, это твои пирожки. Почти не тронутые. С ним даже ничего не случалось. Спасибо большое. Простите, что я так себя вела. Я вас не трону. Просто возьму свои пирожки. Машенька, я тебя понимаю, понимаю. Просто заберу. Никогда больше не трогай мои пирожки. Все, пока. Пока, Маша. Заходи, если что. Бруно. Ты цел? Слушай, я-то цел, а вот мои штаны не особо. Я уже прям представил, как я в этой чебуречной на прилавке лежу. Рядом с остальными пирожками. Спасибо, что меня спасла. Так ей просто нужно было вернуть ее пирожки. А на твоем месте я бы хорошенько извинилась. И больше бы никогда не брала чужого. Я правда не знал, что это ее пирожки. Да ты знал, что это пирожки Маши. И они чужие. И ты не должен больше никогда брать чужого. Ладно, ты права. Зря я взял чужие пирожки. Они были просто такие вкусные, блин. Я не знал, как я бы заснул, если бы я их сегодня не взял. Но лучше бы я их не брал. И поэтому, ребята, никогда не берите чужого. Потому что к добру это не приведет. Может, тогда сделаем сами пирожки? А давай сделаем пирожки с картун-кэтом и картун-догом. Из книги рецептов? Да. Давай. Вот если ребятам эта идея понравится, давайте соберем под этим роликом кучу-кучу лайков. И тогда мы обязательно слепим пирожки с картун-кэтом и картун-догом. Обязательно пригласим Машу, и она нам поможет сделать эти пирожки. Да. Ну, а сейчас тыкай на вот этот видосик. Тыкай, 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 бро. Давай, давай, Нюша, там такого появления. Не дотыкай по этому, давай. Я вот на лицо с афига дыкай, давай. Пока.